Здравствуйте дорогие друзья! Представляем вашему вниманию проект, разработанный нашей архитектурной студией World House Pro. Данный проект имеет два полноценных этажа, но один из этажей является цокольным, стены которого выполнены монолитными с утеплением. Второй, основной этаж каркасный. Также стоит заметить, что данный проект больше подходит для рельефных участков, со значительным перепадом высоты. Давайте же рассмотрим планировку дом. Главный вход выполнен через просторное крыльцо, и заходя через входную дверь, мы сразу попадаем в свободное от перегородок пространство, которое подразумевает зонирование на коридор, кухню и гостиную. На входе также предусмотрен небольшой гардероб. Рядом с входом расположена лестница на цокольный этаж. Это удобно, если вам необходимо сразу спуститься вниз, зайдя в дом с главного входа. Из гостиной есть выход на просторный балкон, который полностью накрыт кровлей, и это очень удобно. Еще в гостиной расположился камин. Также на этом этаже есть одна спальня с нишей под устройство гардероба и просторная ванная. Спускаемся на цокольный этаж. Тут расположен просторный холл, который фактически является второй гостиной. Две спальни, русская баня, стопка из коридора и душем. А также еще один санузел. На улицу мы можем выйти через прихожую накрытую террасу с барбекю камином. При такой конфигурации дома, в зависимости от уклона участка и его ориентации, данный вход может быть и основным, а на первом этаже второстепенным выходом просто из кухни-гостиной. Фасады дома выполнены достаточно скромно, но лаконично. Белое ограждение, обыкновенные колонны того же цвета, симметричные окна, беспроигрышный вариант, всегда будут хорошо смотреться. Основная кровля двухскатная, но дополненная двумя фронтонами, один из которых глухой над основным входом, а второй над балконом открытый. Отделка дома это два основных материала, камень и сайдинг, очень приятного мятного цвета, который отлично сочетается с серым камнем и белыми ограждениями и окнами. Интересное решение это камин барбекю у наружной стены террасы на цокольном этаже. Этой стороной дом лучше ориентировать на внутренний двор участка для создания обособленной среды. Фундамент под данный дом это монолитная плита, утепленная поверху. Стены также монолитные, с утеплением экструдированным пенополистиролом и выполнена гидроизоляция, так как они примыкают грунтов. Перекрытие уже выполнено деревянным, так же как и обвязка по стенам цоколя. И весь надземный этаж спроектирован по каркасной технологии. Конструкции крылец и балкона деревянные, с опорой на фундамент. В случае с входным крыльцом это отдельно стоящие блоки. Основной несущий каркас стен это стойки 150 мм с укосинами. Утепление выполнено каменной ватой 150 мм. Также дополнительно тепловетрозащита плитами из оплаты в два слоя. Чердачное перекрытие, как стропильная система, из обычной доски 200 на 50 мм. Чердачное перекрытие утепляется, так же как и стены, каменной ватой, только толщиной 200 мм. А сам чердак остается холодным. Данный проект, как и любой другой готовый, для каждого будет иметь свои плюсы и минусы при разных условиях строительства. К примеру, в данном случае цокольный этаж планировалось обильно эксплуатировать для жилья только в теплое время года. И по этой причине теплоизоляция стен была выполнена только 50 мм. А первый надземный этаж мог бы существовать автономно, так как в нем уже достаточно утепления. Также возможно выполнить первый этаж полностью надземным, если ваш участок имеет ровный рельеф, и изменить материал стен с монолита на такой же каркас, как и этаж выше. Это позволит немного сэкономить, получив при этом почти такой же функционал планировок. Если вам понравился данный проект, вы можете его приобрести. Также мы можем внести в него любые изменения по вашим пожеланиям. Все контакты для связи вы можете найти на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok